С января текущего года минимальный размер заработной платы медиков был увеличен до 42 500 тенге. А летом ее увеличили еще на 30%. Тем не менее, вопрос повышения оплаты труда все еще остается актуальным. Эти и другие текущие проблемы в системе здравоохранения были рассмотрены в ходе первого республиканского форума, прошедшем в октябре. В первом республиканском форуме первичных профсоюзных организаций системы здравоохранения приняли участие 1200 делегатов со всех регионов страны. А также Акимобласть Сеонда Сыну Розалин, председатель Республиканского общественного объединения, отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения Сеном Сапарбек Дюсенов, секретарь Министерства здравоохранения Бутагуз Жакселекова и другие почетные гости. Тема форума «Партнерство в интересах устойчивого развития» и его проведение направлено на усиление роли профсоюза в решении актуальных проблем в сфере здравоохранения. Значит, все проблемы, которые на сегодняшний день есть в здравоохранении, это финансирование, это вопросы защиты чести и достоинства наших коллег при выполнении профессиональных обязанностей, значит, вопросы по кодексу о здоровье, который на сегодняшний день рассматривается в мажористе парламента. Все эти проблемные вопросы, все свои мысли наши коллеги сегодня выскажут на этом форуме. Дефицит квалифицированных кадров, низкая заработная плата и слабая материально-техническая база являются основной проблемой в области медицины. Ежегодно около 4 тысяч молодых специалистов получают дипломы по всей стране. Им нужна поддержка, поделился гость из Акмолинской области. По нашей области не хватает около 400 врачей. Это одно. Конечно, низкий уровень заработной платы. Если сегодня врач, который только пришел после окончания вуза работать, он получает около 50 тысяч деньги, то, конечно, что говорить. А в основном приезжают молодые, нет квартир, нет материальной базы. Вот это вот трудность. Ну, надеемся, что, конечно, будет улучшение. Мы верим. Еще молодое государство. Сейчас вот новая программа. Уже вчера в правительстве утвердили ее, да? В рамках реализации послания главы государства и программы Ельбасе Алиуметта Камкорлах между Министерством здравоохранения и отраслевыми профсоюзными работниками было заключено соглашение, в рамках которого активно развивается социальное партнерство между работником и работодателем в сфере медицины. Отметим, социальное партнерство прежде всего направлено на обеспечение интересов всех сторон, связанных с трудовым соглашением. 1 января текущего года низкооплачиваемым работникам системы здравоохранения была повышена минимальная заработная плата. Это порядка 191 тысячи таких работников. Заработная плата увеличилась в целом до 30%. Следующее повышение мы провели с 1 июня 2019 года, когда за счет целевых средств республиканского бюджета, за счет внутренних резервов Фонда социального медицинского страхования была повышена заработная плата до 30% врачам и среднему медицинскому персоналу до 20%. В рамках форума был организован круглый стол «Роль профсоюза в развитии гражданского общества». В ходе мероприятия группа представителей отрасли была награждена за вклад в здравоохранение. Бұлдана Кален Кызы, Самат Калекенов, Жанадель Сагиев, Телеканал Актубе.